Сегодня в 11-й больнице Новосибирска находится 360 пациентов и ни у одного нет диагноза ковид. Полтора месяца больница работает как стационар, который оказывает неотложную и экстренную помощь левобережью мегаполиса. В течение двух лет выполняли роль инфекционного госпиталя, одного из крупнейших в России. Что изменилось в клинике, знают мои коллеги. Гинекология, урология, терапия. 1700 пациентов с экстренными и неотложными состояниями приняли в 11-й больнице с 25 апреля, с момента, как клиника перестала работать как ковидный госпиталь. Сейчас Мария Левина лежит в отделении в обычной палате. Перевели из реанимации. Поступила 6 июня в тяжелом состоянии. Быстренько, оперативно меня сразу везде. КТ сделали, то сделали, все сразу. Второй день получается здесь нахожусь. Ну, хорошо. Вот у меня люксовая палата, два человека у нас. Отделение свежий ремонт. Еще в апреле больница принимала ковидных пациентов. Потом оперативно демонтировали шлюзы, провели генеральную уборку, добавили уюта. Идея с картинами возникла до ковида, но развешивать мы это не успели. И вот после ковида мы осуществили, так скажем, свою задумку. В палатах кровати, которые также получили до ковида для пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Оборудование поставляли в больницу и во время пандемии. Так в отделениях значительно обновили транспортировочный парк. У нее поднимается головной конец. Мы можем как приподнять, так опустить. Она с гидравлическим приводом. То есть мы ее можем поднять на любую нам удобную высоту и нам, и пациенту. Также мы ее можем опустить вниз. И если пациент, ну как бы тяжелые пациенты у нас в основном, чтобы пациент не упал, когда поворачивается, есть фиксаторы по бокам. Оснастили клинику и лечебным оборудованием. В стране было вовремя сделано акцент на импортозамещении. Сейчас аппаратура, которая даже приходила к нам, она, как говорится, нашего производства. Даже в том числе и в Новосибирске. Это, кстати, вовремя было сделано. Соответственно, по медикаментам практически все мы работаем. В основном мы работаем препаратами от вечно производства. Это очень важный аспект. Отделение реанимации на особым контроле. За время ковида там успели пролечить 5000 человек. Вспоминают, первого пациента привезли через 10 минут после того, как больница стала работать как инфекционный госпиталь. Заполнили реанимацию за 4 дня. Поток шел большой. На борьбу с пандемией медучреждение вышло одним из первых в апреле 2020-го. Причем некоторых больных спасали не только от коронавируса. Были и другие патологии, порой хирургического профиля. Это средства индивидуальной защиты, очки, респиратор. Это температура, особенно в летний период, когда окружающие 35 градусов, вы стоите под лампами операционными. Плюс вот в этом всем амуниции, конечно, очень тяжело, потому что операции длились свыше двух часов. Приходилось терпеть. Делали. Ну и так два года. Сейчас трудятся в привычном, доковидном режиме. Скорые везут пациентов Левобережья в 11-ю больницу трижды в неделю. Горячие дни – вторник, четверг и воскресенье. Наталья Цопина, Константин Менин. Новости ОТС.